Анекдот или джок? В чём разница этих двух слов? Достаточно взглянуть на них, чтобы частично угадать их назначение. Длинные слова в английском языке чаще всего официальные и используются в более серьёзных контекстах. Они требуют вдумчивого подхода и позволяют глубже взглянуть на ситуацию. Короткие же слова всегда повседневные, разговорные и бытовые. Это на первый взгляд. При более близком знакомстве изучать отличительные черты синонимов довольно интересно. Конечно, мы в русском языке используем и слово «анекдот», и слово «шутка», и часто заменяем одно другим. Сегодня мы поговорим об их сходствах и отличиях в английском языке. Нет никаких сомнений в том, что джоук – это чтобы обязательно было смешно тому, кто её услышит. Вот и серьёзные официальные словари все в один голос за то, чтобы рассмеяться, услышав шутку или анекдот. Давайте проверим официальные источники и посмотрим на скрины разных словарей на слове «джоук». Сейчас на ваших экранах определение известного исторического американского словаря английского языка Мириам Уэбстер. Давайте посмотрим, что такое «джоук». Словарь Cambridge Dictionary характеризует «джоук» как слово, взятое из уровня английского языка B1. Something that someone says to make people laugh, usually a short story with a funny ending. Oxford Dictionary says that something that you say or do to make people laugh, for example, a funny story that you tell, is a joke. Longman Dictionary defines a joke as something that you say or do to make people laugh, especially a funny story or trick. Macmillan Dictionary says that joke is something you say or do that is intended to make people laugh. Как вы видите, все словари единодушны. Теперь поближе познакомимся со словом «anecdote». Знаете, все же для нас с вами это так называемый «false friend». Видео про «false friends» уже есть на моем канале, и ссылочку на него вы можете найти в описании. Надеюсь, вы помните, что такое «false friend». Для тех, кто впервые зашел на мой канал и еще пока не успел посмотреть то самое видео, которое я упоминаю, я в двух словах объясню. «False friend» или «фальшивый друг» – это название тех слов, которые выглядят очень похоже на какое-то слово в русском языке, но при этом означают совершенно другие вещи. Ну, например, все знают, что «magazine» – это не магазин, а журнал, или, например, «cabinet» – это не кабинет, а шкаф. Давайте посмотрим на толкование слова «anecdote» в английских официальных уважаемых словарях и решим с вами, почему же это слово можно называть фальшивым другом-переводчика. Словарь американского английского языка говорит, что «anecdote» – «anecdote» – «is usually a short narrative of an interesting, amusing, or biographical incident». Cambridge Dictionary says «anecdote» – «is a short story that you tell someone about something that happens to you or someone else». Oxford Dictionary defines an anecdote as a short, interesting, or funny story about a real person or event. Longman Dictionary says «anecdote» – «is a short story based on your personal experience». Macmillan Dictionary defines an anecdote as a story that you tell people about something interesting or funny that has happened to you. Зачем же тогда нужны anecdotes, если в них даже посмеяться можно не всегда? А существуют они не только для стори-теллинга, а скорее для того, чтобы выразить свою точку зрения, предложить людям задуматься о чем-либо или вдохновить кого-то рассказом на конкретном примере из жизни. Обычно люди делятся такими небольшими воспоминаниями, чтобы показать, как одно событие повлияло на другие и какие выводы можно из этого сделать. Они могут быть и смешными, и забавными, но не обязательно. Главная их черта – реалистичность, хотя и в этом случае могут быть добавлены разного рода детали и подробности, которые позволят улыбнуться. Джоук – шутка. Она всегда смешная, и в ней герои придуманы. Это не вы или я. Это часто среднестатистический человек. И со мной, и с вами могут произойти аналогичные события в жизни. Иногда эти события уже происходили с кем-то из нас, просто они могли стереться из памяти, а когда мы слышим шутку об этом, память нам возвращает собственные воспоминания. Вот почему не любой смешной анекдот будет смешным для всех. Тот, кто не понял юмора, просто никогда не бывал в подобной ситуации и не может оценить всю комичность происходящего. Это нормально. У каждого свой жизненный опыт. Поэтому, когда на уроках мы с учениками, взрослыми или детьми, читаем и рассказываем веселые истории, для кого-то они – отражение прошлого опыта, а значит «джоук», а для кого-то – просто случай жизни или «энекдот». Но неужели «джоукс» и «энекдотс» настолько разные, что мы не сможем найти у них больше общих черт? Думаю, сможем. И тот, и другой должен быть рассказан к месту, если только это не конкурс, в котором ими делятся с учетом количества, а не качества. Еще одна их общая черта – они должны быть краткими, иначе это уже тянет на юмористический рассказ. И «энекдот», и «джоук» могут быть рассказаны и о великих людях прошлого, а не только о гипотетических «Мэри» и «Джек». «Анекдот» не стоит путать с вольклором, хотя все то, что происходит с нами, когда-то уже происходило с кем-то другим в похожих обстоятельствах. Итак, давайте перечислим все отличительные черты слова «энекдот» и того, что за ним скрывается. «Анекдот» is interesting, because you can learn from other people's experiences. It is amusing, because you entertain yourself. «Анекдот» are biographical. You learn a lot about the person telling an anecdote. It can also be very personal and makes people closer to each other. Anecdotes can also be sad or even tragic, but it's always short. Sometimes anecdotes are funny. Anecdote is a story happened to you or someone else, a real person. Any anecdote can be part of a bigger story or lecture. Anecdotes can only be said, not done. Most anecdotes are thought-provoking. They have educational aspect. We learn from other people's mistakes, too. Anecdotes are persuasive, they are inspirational, and, of course, they brighten the mood. But what about jokes? Jokes are definitely interesting. They are also amusing. But the characters in jokes are fictional. Jokes are always funny. They are supposed to be always funny. Jokes can be sad to make people laugh or done to provoke laughter. Joke always has a punchline in the end. It also brightens the mood as well as an anecdote. Joke is usually short. It has a wide variety of topics as well as the anecdote. Jokes bring personal memories. Sometimes jokes surprises us if that hasn't happened to you or me. Some jokes can even be an example of a cheating or fraud. Jokes are never sad or tragic, but they can be a pun, a play on words or black humor. Jokes are not using it. Jokes and jokes play a huge role in learning English. And those who don't use it, Jokes are not using it. Jokes this role. Jokes are not using it. When you use new knowledge and personalize изученное в рассказе о себе, you already get into it with an anecdote. And you do it всякий раз в конце изучения новой словарной темы. Это приносит гораздо больше пользы, чем ужасные написанные кем-то безликие, не имеющие прямого отношения к вам топики. Эти топики обычно шаблонны, в то время как анекдоты это и есть вы и ваша жизнь, рассказанная по-английски на пройденном языковом материале. А если вам предлагается к прочтению готовые шутки, это, во-первых, научит вас использовать правильные конструкции английских предложений, во-вторых, направит на тот уровень языка, который актуален для вас сегодня, в-третьих, позволит отработать формы глаголов, вы знаете, что глаголы являются очень важной частью словарного запаса в английском языке, узнать новые фразы задолго до их появления в учебной программе можно через прочтение анекдотов и шуток. Преимущества шуток можно перечислять очень долго, но самое главное это даст вам возможность произносить английские фразы уверенно, слушать себя. Шутки зафиксируют знания о порядке слов и придадут смелости в составлении собственных высказываний. Устное народное творчество это бесценный языковой опыт. Ну и напоследок несколько примеров шуток, которые активно используются в изучении английского языка. Они бывают разных уровней. Автор довольно знаменит Лезли Александр Хилл. Я только прочту для вас сопровождение к картинкам и не буду давать комментариев к содержанию. А вы, если будет желание, ставьте свой отзыв под видео, голосуйте лайками, потому что лайки сохраняют видео в вашем личном кабинете на YouTube и вы сможете вернуться к нему в любой момент для повторного просмотра. Миссис Jones was waiting for an important telephone call, but she had no bread in the house, so she left a baby at home and said to his five-year-old brother, I'm going to the shops, Jimmy, and I will be back in a few minutes. While she was out, the telephone rang and Jimmy answered, Hello, said a man. Is your mother there? No, answered Jimmy. Well, when she comes back, say to her, Mr. Baker telephoned. What? Mr. Baker, write it down, B-A-K-E-R. How to make a bee? How do I make? Listen, little boy, is there anybody else with you? Any brothers or sisters? My brother Billy is here. Good. I want to talk to him, please. All right. Jimmy took the telephone to the baby's bed and gave it to Billy. When their mother came back, she asked, did anyone telephone? Yes, said Jimmy, a man, but he only wanted to talk to Billy. Mrs. Green was the manager of a large company and she frequently had to have meetings with other business people in a room in her building. She didn't smoke at all, but many of the other people at the meetings did, so she often found the air during the meetings terrible. One day, after an hour, her throat and eyes were sore and she was coughing a lot. so she called a big air conditioning company and asked them to work out how much it would cost to keep the air of the meeting room in her building really clean. After a few days, the air conditioning company sent in two estimates for Mrs. Green to choose from. One estimate was for $5,000 to put in new air conditioning. And the other was for $5,000 a sign which said no smoking. When George was 35, he bought a small plane and learned to fly it. He soon became very good and made his plane do all kinds of tricks. George had a friend. His name was Mark. One day, George offered to take Mark up in his plane. Mark thought, I've traveled in a big plane several times, but I've never been in a small one, so I'll go. They went up, and George flew around for half an hour and did all kinds of tricks in the air. When they came down again, Mark was very glad to be back safely, and he said to his friend in a shaking voice, Well, George, thank you very much for those two trips in your plane. George was very surprised and said, two trips? Yes, my first and my last, answered Mark. A history teacher was talking to his class about the ancient Romans. They were very strong, brave people, and they were good soldiers, he said. They always wanted to have strong bodies, so they played a lot of games. Did they like swimming? one of the girls asked. That makes people's bodies strong. She was very good at swimming. Oh, yeah, some of them swam a lot, the teacher answered. Then he told them a story about one famous Roman. There was a big wide river in the middle of Rome, he said. It was the Tiber, and this man swam across it three times every day before breakfast. The girl laughed when she heard this. Why are you laughing? the teacher asked her angrily. Have I said anything funny? Well, sir, the girl answered, why didn't he swim across the river four times to get back to his clothes again? Al Brown was very good at fixing things around the house when they broke. One day he went to another city to do some work there, and his wife was alone in the house. While Mr. Brown was away, one of the faucets on the bathtub broke. Mrs. Brown didn't know much about fixing broken faucets, so she telephoned a plumber. The plumber came to the house that afternoon and fixed the faucet in a few minutes. When he finished, he gave Mrs. Brown the bill for the work. She looked at it for several seconds and then said, Your prices are very high, aren't they? Do you know the doctor costs less than this when he comes to the house? Yes, I know, answered the plumber. I was lucky enough to find this job a few months ago. Спасибо, что провели эти минуты со мной. Я надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому я жду вашей реакции, ваших комментариев и, конечно, подписывайтесь на мой канал. С вами была Оксана Перуцкая, частный преподаватель английского языка, человек, который говорит по-английски всю свою сознательную жизнь и преподает его последние 20 лет. Свой первый онлайн урок я провела 8 марта 2008 года. Записывайтесь на мои уроки, контакты вы можете найти под этим видео и в моих социальных сетях. До новых встреч, всего вам доброго, пока!